ЧУЖОЙ Вот вам философская притча от гения Ридли Скотта, завернутая в высокотехнологичную обертку от 20 век Fox. В самом начале мы имеем честь созерцать философский пролог с участием раба и его хозяина, где андроид делится своими впечатлениями с Вейландом об ощущениях появления на свет и осознания своей роли в этом мире. Ну далее бла-бла-бла, демонстрация игры на рояле элитной фирмы вагнеровского творения. После музыкальной паузы американский робот Вертер спрашивает Гая Пирса «Кто кого создал?», на что ускорявив физиономию, персонаж Гая Пирса начинает философское размышление, которое прерывается бестактностью жестяного болвана. Вейланд моментально превращается в рабовладельца из Луизианы и велит подать ему чая. В конце сцены я почему-то думал, что андроид разобьет Вейланду, а его умную голову — фарфоровый чайник, и по сидеющей дыне Гая Пирса потечет индийский чай. Во время качественной компьютерной графики, изображающей космический корабль, нам дают письменную информацию о миссии Грузии и количестве даунов, обслуживающих эту миссию. И я на полном серьезе. Команда межпланетного экспресса из Футурамы действует более умно и слаженно по сравнению с астронавтами из этого фильма. Даже Фрай — это Илон Маск и Стивен Хоукинг в одном лице. Далее андроид Уолтер, бодрствующий организм, страдая хуйню и разворачивает паруса для подзарядки аккумуляторов корабля. И мы становимся свидетелями непредвиденного форс-мажора, который вынуждает андроида разбудить спящую команду. Это адское сборище дружно продирает глаза, блюет и всячески изображает панику. Капитан корабля в исполнении Джеймса Франко отказался выйти. Вернее, капсула Криосна отказалась его выпускать. И вдохнув напоследок дыма ананасового экспресса, огонь подрумянивает капитана, словно кусок говядины на гриль-решетке. После команда дружно устраняет аварию и заворачивает в брезент покойного капитана. Далее Дэниелс, жена старшего по званию, роется в шмотках мужа, попутно рассматривая видео, где Джеймс Франко с вечно накуренным выражением лица штурмует какую-то бесполезную скалу. Следующий по званию после погибшего получает напутственную речь от своей второй половинки и спешит на первую планерку уже в качестве нового предводителя сброда, которому доверили миссию колонизации. После нескольких бессмысленных фраз, в течение которых нам представляют команду, капитан Гусь отправляет всех чинить корабль. Причем гораздо проще было бы вложить в его рот фразу что-то типа, эй, но вы все знаете, короче, делайте то, что вы там делали, все свободны. Это я к тому, что даже ежу видно, что с таким бесхребетным куском говна корабль не колонизирует, а утилизирует сам себя. Далее Дэниелс и увязавшийся за ней механический болванчик следуют в модуль терраформирования. О да, ха-ха, вы видите то же, что и я? Аллилуйя, наконец-то тракторы Джеймс настолько всех взбивши на дорогах, что их собрали и вывезли с планеты Земля вместе с двуногим биомусором, которым наверняка нам вздели в уши про миссию колонизации. Дэниелс жалуется андроиду, что их с мужем мечта состояла в том, что по прилету построить дом из дерева. Это что за амиши? Насколько я знаю, космические корабли груз берут, строго рассчитывая его массу, ничего лишнего. И учитывая, что на дворе хрен знает какой век, разумнее и логичнее переселенцам было бы жить в модульных домах из современных материалов. О каких пилах и топорах толкует эта бобенция? Далее мы видим, как алкашня собирается раздавить пузырь шнапса, как прикрытие поминки Джеймса Франко. Наливают даже роботу. В это время капитан Гусь, кусая щеки, завистливо подсматривает в камеры, как три собутыльника и пластмассовый киборг уничтожают запасы алкоголя, не позвав его. Опустив рычаг, женушка отправляет в свободный космический трип Джеймса Франко. Первый, как говорится, пошел. Капитан Гусь взбешен. Как выясняется, он верующий. И очень болезненно воспринял тот факт, что алкашня забила болт на его запрет. Больше трех не собираться и ни капли в рот. К тому же выяснилось, что этот хрен с горы претендовал на место капитана до отлета. Но компания его не утвердила. И, по мнению Гуся, причина тому его вера. Только что за верой не уточняется. Вскоре миссия кретинов во главе с капитаном Гусем получают таинственный сигнал. И, вопреки здравому смыслу, капитан Гусь принимает свое по-настоящему первое и, как он считает, очень ответственное и очень всем нужное решение. Следовать к неизвестному источнику сигнала. Браво! Премию Дарвина этому остолопу. Хотя он, по сути, пошел на поводу у команды, которая очковала возвращаться в свои капсулы, так как все прекрасно помнили, как подрумянился Джеймс Франко. Дэниелс высказывает свое недовольство капитану, на что тот вытирает об нее ноги. В переносном смысле, конечно. Эта сцена – самое настоящее торжество капитана Гуся. У него рожа лица прям светилась от счастья. В общем, долго ли, коротко ли приземляются наши герои на планету. Стыдливо и опасливо перебирая конечностями, вылазят на поверхность. Горе-колонизаторы, словно овцы, радостно блея, разбредаются по смертельно опасной земле, радостно все фиксируя на камеры Гуся, которые в будущем даже не удосужились улучшить или изменить фиксаторы для своих камер. Капитан Гусь не упускает возможности поглумиться над вдовой, отпуская шуточки про домики у озера. Просто потрясающее чувство такта и юмора. Во время просмотра я очень надеялся, что этот Член Гус умрет жестокой смертью. Я очень искренне с самого начала фильма не взлюбил этого урода. Даже его баба, видя тупорылась фраз Гуся, делала свои ремарки, пытаясь сгладить словесный понос нового капитана в адрес Дэниелс. Далее уже культовая фраза. Пшеница. С пшеницы делают хлеб. Чувак, да ты просто гений. Как же хорошо, что ты в этой команде. Такие знатоки просто необходимы этим идиотам. Ридли Скотт использовал просто новаторскую находку. Герои должны разделиться. Да, это было так неожиданно и свежо, что я отложил в сторону ведро с попкорном и еще пристальнее стал смотреть этот фильм. И мои ожидания меня не обманули. Фильм был просто полон сюрпризов. Бесполезный чувак, которого наверняка выбрали на роль из-за его умения трястись в камере, решил пойти отлить в кусты. Вот это да, отличный замес. Вот тут-то все и случится. Ридли просто гений. Наступив на какую-то хуйню, статист получает порцию черных спор прямо в свое идеально чистое ухо. Все верно, фильм, показывающий рыгающую бабу и оторванную башку, просто не может шокировать людей ушами с серой. Вскоре другая группа космонавтов обнаруживает приземлившийся корабль Бублик. Отважные исследователи смело идут внутрь. Здесь бородатый охотник за неизвестным получает семяизвержения прямо в свой любопытный нос. Солдат удачи. Наверняка он заинтересовался непонятными шарами, думая, что это разновидность инопланетной корабли, которая скрасит досуг предстоящей вечности на чужой планете. Чувак, еще недавно резво куривший и получивший дозу черной жижи в свои стерильные уши, обильно покрывается потом и на вопрос «что с тобой?» отвечает, что «все в норме». Одновременно с этим исследователи-космонавты бродят по Бублику и, ничуть не удивляясь инопланетному кораблю и статуям, со скучающим видом обсуждают пропавший 10 лет назад корабль Прометей. Но тут художники явно перестарались. Я бы сказал, что, судя по высшей степени засранности, Бублик, протаранив деревья, упал уже лет 40 назад. Быстро разобравшись с инопланетными приборами, капитан Гусь запускает голограмму, где доктор Элизабет Шоу поет песенки. Далее Ридли Скотт понимает, что пора. И инфицированные черными спорами космонавты-переселенцы начинают изображать горы человеческих мук и боли, показывая зрителям, что совсем скоро экран зальется бутафорской кровью. Вот он, звездный час чувака. Давай, сынок, не подведи. Вся актерская студия Ли Страсберга в этот момент смотрит с гордостью на своего выпускника. Добрая бабенция точно следуя инструкциям не выпускает из лазаряда трясуна и его напарницу. Все правильно сделала детка. Это так по-американски. Всегда следуй инструкции. Все. Вот они обещанные шокирующие кадры. Новый вид чужих или чего-то там. Это просто потрясающе. Время от заражения до рождения тварей занимают еще меньше времени, чем в «Чужом против хищника». Кому нахрен интересна болтовня? Надеюсь, в следующем фильме время сократится еще больше и чужие будут вылазить из носителей через минуту. А то я не дождусь и уйду из кинозала. Далее компьютерная хрень атакует бабенцию в лазарете, усердно кусая и тыкая своими конечностями и шипами в перепуганную к егням тетку. Вторая же Чикса, метко стрельнув в потолок, неуклюжий, словно мешок с картошкой, падает на залитый кровью пол. Увеличивающаяся на глазах непонятная фигня кидается в ее сторону. Пышущая адреналином и паникой баба улепетывает со всех ног из лазарета. Ужасная мартышка пытается укусить колонизаторшу. Та же, в свою очередь, бездумно фигачит из дробовика во все стороны, пока не разносит лендер к ебням собачьим. И да, мартышка перед взрывом сумела улизнуть на вольные хлеба. Капитан Гусь, изображая невыносимые страдания, пытается прорваться к взрывающемуся лендеру. Но могучая Дэниел свалит его на землю. Далее показана действительно ужасная сцена, где, объятая пламенем супруга нового капитана, выходит из уничтоженного лендера. Словно поддерживая уровень развернувшейся кровавой вакханалии, Ридли переносит действие ко второму зараженному. Бородач уже бьется в болезненном оргазме. И вскоре из плохо сделанной искусственной головы бородатого вылезает вторая космическая мартышка, поспешно скрывшаяся в кустах. Всему этому свидетелем является андроид Уолтер, который завороженно взирает на все это. Оставшийся на орбите корабль с грузом и экипаж из нескольких человек в шоке слушают переговоры, которые ведутся на поверхности планеты. Чувак в ковбойской шляпе даже порывается лететь на помощь, но его помощники разумно осаждают героя. Далее мы становимся свидетелями сцены, где над мертвым бородачом склонился чувак, опознавший пшеницу. И тормознутые зрители вроде меня окончательно понимают, что эти двое были пигментами. Прошу прощения, влюбленными. Ох блин, и в этом все современное кино. Полетели колонизировать и голубых тоже прихватили. Во времена он равы. Далее сменив голубые тона, Ридли Скотт снова, как это сказать, делает экшен. Изрядно выросшая за несколько минут космическая мартышка молниеносно атакует из высокой травы. Цель Дэниелс. Но благородный андроид, помня о законах робототехники, заложенных еще Азимовым, быстро бросается на перерез и спасает Дэниелс. Андроид Уолтер неудачно пытается вывернуть мартышку наизнанку и получает плюху с вертушки, лишившись клешни. Еще один горе-колонизатор ударом мартышкиного хвоста теряет челюсть. К атаке на человеческих особей подключается вторая обезьянка, размером поменьше. И не сдобровать бы нашим героям, если бы не таинственный незнакомец в плаще, пришедший прямиком из игры кредо-убийцы. Таинственный капюшон рысцой ведет астронавтов через мрачный лес к гигантской стене, за которой оказывается самый настоящий морг. Множество застывших в безумных позах тел буквально усеивают площадь перед виднеющимся во мраке храмом. Но мы-то знаем, что это. Гениальные маркетологи киностудии слили до премьеры фильма множество любопытных сцен в интернет. Видимо, им так не терпелось похвастаться своим фильмом, что добрые полчаса полезной информации были залиты на YouTube в качестве всевозможных прологов и найденных записей, что почти моментально дало полную картину о предстоящем сюжете. Продолжим наше повествование. Таинственный капюшон приводит команду в свою обитель. Этим незнакомцем оказывается Андроид Дэвид. Далее он допрашивает своих гостей, а также искусно лжет о гибели Элизабет Шоу и крушении Бублика. Во время разговора идиот Капитан Гусь выкладывает по простоте душевной все карты Андроиду Дэвиду. При упоминании груза в виде нескольких тысяч колонистов, Андроид Дэвид заметно оживляется. И только идиот не увидел на его лице зловещий взгляд маньяка-экспериментатора. Эта хитрая тварь за эти 10 лет не только отрастил волосы, он отрастил пренебрежение и холодную надменность по отношению к людям. Вообще вся эта сцена в храме чем-то мне напомнила визит Джонатана Харкера в гости к Дракуле. Прямиком в ад. Восиное гнездо зла, если вам будет угодно. Уже когда Андроид Дэвид стал остригать свои локоны, передо мной дымкой замаячил его план. Но об этом позже. Далее следует сцена, от которой в кинозале многим стало не очень комфортно. Дэвид соблазняет Уолтера. Нет, это не совсем то, что вы подумали, но все же предварительная игра на дудке в меру испорченности всех в кинозале породила многочисленные смешки и шепот, особенно среди женской половины зрителей. Словно после секса с любовницей, удовлетворенный Маничелло снова прокрутил в памяти сцену убийства им инженеров. Да, сцена казни очень впечатляющая. Не зря многие пытались найти ее в ютюбе после премьеры фильма. Заигравшись в философию и средневековый романтизм, кто-то толкнул старика на Ридли, мол, пороснову выкручивать суставы и лить кровь. Сказано, сделано. К храму пробирается возмужавшая мартышка и, без каких-то проблем, преодолев стену, совершает дерзкое нападение на курицу, омывающую свои раны в непонятной воде на другой планете. Ох, и поплатилась же она тем, что шарилась одна по логову маньяка. Белесая обезьяна, вдоволь налакомившись местом отважной колонизаторши, заинтересовалась любопытным присутствием Дэвида, наблюдавшим пиршество монстра из-за занавесок. Единению двух родственных душ помешал капитан Гусь, выпустивший доброе количество зарядов в ненавистную мразь, убившую многих из его команды. Андроид Дэвид взбешен. Хитрый и коварный организм, разработанный в компании Вейланда, решается на ужасную месть, причем немедля. Дэвид заманивает капитана в подземелье. По пути открытым текстом намекают тому, что долгое время его исследования ожидали необходимые ингредиенты. Мясо, проще говоря. Ну какой же он тупой, этот капитан Гусь. У него нет ни малейшего чувства самосохранения. В компании правильно сделали, что не доверили ему должность капитана. Этого кретина нужно было определить на работу вахтера в компанию. Какого черта, этот имбецил оказался вторым по званию человеком на корабле. Это что, чья-то фатальная шутка? Корабль с двумя тысячами колонистов отправляется в космос. Капитан корабля. Это мистер Ананасовый экспресс. И тупой, как пробка, но очень амбициозный валенок. Ох, парень, не тяни. Быстрее заглядывай внутрь яйца. Я ждал этого так долго. Ридли, ты просто гений. Создать такого персонажа. Своеобразного козла отпущения. И весь мой зрительский гнев я вложу в это ничтожное существо, когда увижу, что ему уготовано. Но весь кайф рождения новой жизни ломает сцена, где и перед нами предстало то, что Дэвид сотворил с Элизабет Шоу. А именно, этот больной ублюдок использовал ее в своих экспериментах. В следующей сцене мы видим, как коварный андроид заговаривает зубы верному помощнику людей Уолтеру. Страстно его целуют и... Вот он, смертельный поцелуй. Далее идет сражение с лицехватами. И на голубого любителя бородачей присаживается тварь, успевая того осеменить. Тут подтягивается и протоморф, одним прыжком прикончив еще одного колонизатора. Дэниелс с ужасом рассматривает эскизы Дэвида, где с анатомической извращенностью показаны опыты над доктором Элизабет Шоу. Появляется андроид и начинает дебоширить. Никто не ждал, но зацелованный почти насмерть Уолтер приходит на помощь и между искусственными людьми завязывается самая настоящая кунг-фу схватка. Меж тем, Дэниелс и Человек-пшеница бегут из этого чертова монастыря к месту посадки платформы, на которой Теннесси, чувак в ковбойской шляпе, пытается приземлиться посреди этого хаоса. Вскоре к ним присоединяется уцелевший андроид. Какой же жирный спойлер со стороны Ридли. Вроде и не показал, кто победил в драке, но все уже догадались, что это... А тут еще и Протоморф захотел эмигрировать из этого дерьма. Только на него виза-то не была предусмотрена. Галопом этот монстр с членообразной башкой, словно магнит привезенный из Таиланда, благополучно прилепился к платформе вместе с Человеком-пшеницей, Дэниелс и Андроидом. Друзья вовремя замечают чудовище. И пока Человек-пшеница просит, чтобы его уехали по вене добротной дубью, Дэниелс бежит бить морду к Протоморфу. Протоморф. Тьфу, блять, мне даже это слово непривычно произносить. Чужой он и в Африке чужой. Ридли Скотт нас прям балует зрелищным экшен-аттракционом. Несколько минут мы наслаждаемся кувырканием платформы, которая борется с рукожопостью Теннесси в попытках подняться в воздух. Монстр добирается до кабины Теннесси и ловкими спортивными ударами головы банана пытается расколошматить стекло, которое, к сожалению, начинает трещать по швам. Китайский ширпотреб. До меня дошло, что мало того, что миссию собрали из пациентов дурки, так еще и техника вся китайская, одноразовая. Двигаемся дальше. Битва не на жизнь, а на смерть. Андроид создал Протоморфов. Но, несмотря на большую голову, мозг там размером с грецкий орех. Словно храбрый лев, отважный маленький Протоморф бросился на металлическую клешню-ковш и в конечном итоге попал в хитроумную западню Дэниелс. Размазжив элегантное создание, на разработку которого у Дэви дошло 10 лет, водитель 80-го уровня Теннесси, снеся голову тибетского вида статуи инженеров, все-таки проиграл битву платформе. И та благополучно взмыла ввысь вместе с командой друзей, так отчаянно искавших смерть. Уже на материнском корабле команда приходит в себя. Они латают раны, болтают о всякой ерунде. Но мы-то с вами знаем, или по крайней мере догадываемся, что чувак нетрадиционной ориентации был оплодотворен лицехватом. И вот тут, на корабле, протоморф, разодрав изнутри грудь специалиста по злаковым, вырывается наружу. И теперь держитесь за свои шары. Нам показывают парочку, уединившуюся в душе. Они занимаются межрасовым сексом под громкую музыку. Но тварь, которую изображал на своих полупорнографических холстах гигер, чувствует это дело словно кошка. Захотя встать третьим в постели, протоморф случайно дырявит голову мужику и, словно извиняясь, с виноватым видом набрасывается на самку. Уже виденные раньше много раз хождения по кораблю с закрыванием люков достигают своего апогея, когда Дэниелс заманивает вымахавшую до больших размеров тварь в отсек терраформирования, где стоят женихотные трактора, чья фирма, наверное, отвалила крупную сумму за участие в этом фильме. Протоморф уже предвкушал жесткую расправу над шустрой бабенкой. Но Ридли Скотт сказал, Стопе? Здесь я сделаю ход конем, которого никто не ожидал. Мы выкинем тварь в космос. Стильно проткнув туловище протоморфа безотказной машиной спонсора фильма, очередной монстр улетает в открытый космос вместе с надеждами зрителей увидеть, кто же вылез из груди космического жокея. Дэниелс победила. Ура! Появляется Теннесси, который все успел снять на другую проху. Хэппи-энд? Нет. Мы же еще не знаем, чем окончилась история с андроидом. Зловещий робот всем налил теплого молока с медом, одел в костюмы ниндзя и положил в капсулы кряс на баиньки. На прощание открыв Дэниелс страшную тайну. Актер, который сыграл андроида, все-таки молодец. Тащил фильм о себе как мог. Эффектно отрыгнув свое детище, свои плоды исследования и создание венца эволюции жизни из дальнего космоса, андроид гордоливо кладет яйца лицехватов рядом с человеческими эмбрионами на одну полку. Этот поехавший пластиковый манекен явно счел себя создателем. И под вагнеровский вход богов в Волгавлу андроид гордо и с восхищением отправляется межридов капсул со спящими колонистами, которые ожидают скальпеля или, по мнению Дэвида, его пера для переписания их ДНК. Кто знает, наверняка портоморф не является конечным этапом, и теперь у него есть все время вселенной. Чтобы он, Дэвид, существо, пережившее своих создателей и учителей, шел дальше, подобно тем, о ком написал свое произведение великий Вагнер. Ну что скажете, годное кино, достойное влиться во вселенную чужих, или мастер снова выронил кисть и брызги краски запачкали поводно? Признаться, когда я вышел из кинотеатра, я был несколько часов склонен поверить Ридли Скотту, но позже к моему ужасу и разочарованию я понял, что я просто был впечатлен технической и практически безупречной работой студии. 20 век Фокс – самые настоящие волшебники, которые могут воплотить любую фантазию в жизнь. Но я понял одну вещь. В Голливуде очень-очень мало талантливых сценаристов, которые сумеют прочесть в глазах фанатов то, что им нужно. Разочарование по поводу того, что Дэвид создал чужих? Повторы Ридли Скотта себя и Кэмерона? Да, всего было по чуть-чуть. Признаемся, Ридли уже достаточно пожилой человек, ему хочется поразмышлять о вечном. Но какого черта? Ридли остановился бы ты на Прометеей, а так получилось банальщина. Красиво снятая и красиво проданная для показов в кинотеатрах. Есть маленький, еле живой шанс на спасение всей этой истории в третьем фильме, когда все придет к логическому завершению. Ну, это если студия согласится сделать еще один фильм. Но успеет ли Ридли Скотт снять этот фильм? Поживем, увидим.